Сувид это специальная технология приготовления пищи в вакууме при пониженной, но постоянной и очень точной температуре. Такой способ приготовления позволяет получить нежный, неповторимый вкус и сохранить сочность продукта, а вместе с тем получить максимальную пользу от его потребления. Сегодня рассмотрим Сувид от компании Inkbird, которая известна своими приборами для измерения температуры. В общем, конечно же, оказалась им не чуждая идея создания собственного Сувид, в основе которого как раз лежит готовка при определенной температуре. Получив устройство, я был немного удивлен его физическими размерами, то есть когда разглядываешь картинки в интернете, представляешь себе его более компактным. Ну, собственно, вот вы видите Сувид. Высота девайса 40 см и ширина 5 см. Не маленький. Упаковочка добротная, с качественной полиграфией. При пересылке совсем слегка помялась. В комплекте была инструкция. И, собственно, сам Сувид. Так, что такое Сувид простыми словами? Это прибор для нагрева воды и поддержания заданной температуры в течение определенного времени. Часть, которая погружается в воду, сделана из нержавейки. Вот на корпусе можем видеть, отмечен минимальный и максимальный уровень для погружения в воду. В нижней части есть отверстие, через которое вода попадает к нагревательному элементу. И на конце есть пластиковая насадка, за которой спрятан вращающийся элемент, который обеспечивает циркуляцию и равномерный нагрев воды. Наконечник этот снимается, чтобы можно было его помыть, очистить после использования. Ну, вот видим, замочек нарисован, то есть нужно просто повернуть против часовой стрелки. Вот. Ну, и вот здесь, собственно, видим эти лопасти. На крышке тоже такая специальная форма, которая, ну, способствует, скажем так, перемешиванию воды. Так, чтобы закрыть, не будем пока закрывать, покажу, что также можно снять всю эту колбу, ведь ее тоже иногда нужно мыть. Таким образом проворачиваем. Здесь видим нагревательный тен. Вот, все как бы качественно, довольно сделано. Одевается в обратном порядке. Фиксируется су-вид к емкости при помощи клипсы. То есть мы ставим в емкость, это может быть кастрюля. И как бы к боковой стенке фиксируем этой клипсой. Давайте, собственно, покажу на примере. Вот у нас есть кастрюля с водой. Погружаем воду. Фиксируем. И, собственно, вот уже можно готовить. Давайте подключим, поднимем. Видим, что в режиме ожидания у нас горит красный светодиодик. Ну, а когда мы запустим, будет гореть зеленый. Также можем посмотреть теперь в кастрюльку. И увидеть, что здесь началось уже активное движение воды. Она нагревается, сразу перемешивается. Ну, собственно, мы можем также видеть это по температуре, которая растет на глазах. 27 градусов, 27,1, 27,2. И так, пока не достигнет заданной температуры. Пока, конечно, мы это остановим. Сверху у нас расположен монохромный LCD-экран, на котором отображается текущая температура. С крупными, самая крупная, вот 28,3. Также температура, при которой будет готовка. Это set-темп, здесь 52 сейчас стоит. Время готовки 45 минут set-тайм. И время, которое, ну, осталось до завершения процесса, тоже, конечно, сейчас 45 минут. Под экраном расположены 4 кнопки для управления и настроек. Ну, давайте мы посмотрим. Если зажать кнопочку set, то мы попадаем в меню с, так сказать, предустановленными рецептами, настройками. Значит, здесь все на английском языке, поэтому, ну, как бы, если вы не владеете, вам будет, конечно, сложновато. Ну, видим, верхняя часть, это блюдо, которое мы будем готовить. Сейчас у нас стоит биф. Биф, это говядина. Мы можем менять. Вот сейчас у нас лэмп, экс, то есть яйца, свинина. Это у нас домашняя птица, морская еда, морепродукты, овощи. Ну, и вот уже по кругу пошло. Ну, допустим, мы хотим приготовить говядину. Говядину. И также можно выбрать тип продукта. Тендер стейкс, это нежный стейк. Нежный стейк, есть также, как бы, нежный кусок мяса, тоже просто, и жесткое мясо. Выбираем стейк. Теперь выбираем тейст, то есть степень готовки. Ну, рейр, это для любителей практически сырое. Медиум рейр, ну, тоже такое с кровью. В принципе, вот, медиум, просто это уже такое отличное, сочное мясо, как бы, вкусное. В принципе, я его проверял, готовил. И вэл. Вэл, это хорошо проготовленное мясо. Допустим, мы выбираем медиум. И также здесь нужно выбрать толщину стейка. То есть, видим, если это полтора сантиметра, будет готовиться 50 минут. Ну, а если это два с половиной сантиметра, то уже час десять. А если четыре, то уже два десять. Ну, и видим, да, самое большее, это у нас пять сантиметров кусок, будет готовиться три часа. Что ещё? Ну, давайте посмотрим какие-нибудь ещё рецептики. Ну, яйца варёные тоже, в принципе, очень прикольно готовить. Почему? Потому что вы можете получить, например, нужную проварку. Допустим, я люблю, когда белочек уже хорошо проваренный, а желточек жиденький. Ну, здесь без проблем это можно сделать. Сразу там два десятка яиц, как вам нравится, сварить. Ну, конечно, можно всё это выставить и вручную. То есть, мы просто один раз нажимаем сет и ставим температуру готовки, которая нам надо. Ещё раз нажимаем сет, выставляем часы, ещё раз нажимаем сет и выставляем минуты. Потом просто запускаем. В сети рецептов очень много, то есть, не обязательно пользоваться встроенными этими рецептами. Вы можете найти, какие вам нужны. Ну, и хочу показать на примере приготовления стейка, как готовить сувид. Для этого берём соответствующее мясо. Так как приготовление должно происходить в вакууме, нам понадобится вакууматор. У меня есть простейшая модель, которая может откачивать воздух из пакета и герметично его запаивать. Если у вас нет вакууматора, можно просто замотать в целлофановый зип-пакет. Ну, главное, чтобы туда не попадала вода. Собственно, я завакуумировал мясо. Внутрь можно предварительно положить специи. В процессе приготовления они раскроются и дадут мясу свой армат и вкус. Далее, как бы, выбираем уже нужную программу и опускаем пакеты в воду. Больше ничего делать не нужно. При готовности устройство начнёт издавать звуковой сигнал. И вы получите уведомления на свой смартфон. Кстати, что удобно, как бы, переготовить при помощи суит нельзя. То есть, если я готовлю стейк с уровнем готовности medium, то на это уйдёт 2 часа. Но даже через 3 часа или 4 часа оно всё равно будет medium. И как бы не переварится, как бы не пережарится, не переготовится. Внешне мясо выглядит не совсем привычным образом. Поэтому, если для вас важна эстетическая составляющая, то можно его обжарить. Секунд по 30 на каждой стороне, на гриле или на раскалённой сковородке. Это даст красивую решёточку и аппетитную жареную корочку. Но, так как я готовил для себя, то решил не заморачиваться с внешним видом. Ведь, в принципе, мясо полностью готово к употреблению. Вот так вот выглядит мой стейк в разрезе. На вкус божественно и очень сочно. Гораздо вкуснее, чем при готовке классическим способом на сковороде. И, в отличие от сковороды, готовность мяса будет абсолютно одинаковая по всей его толщине. Если любите прожарку побольше, то можно просто немного увеличить температуру. Но тогда уже будет менее сочно. Что ещё готовлю при помощи сувид? Ну, это свинина, рыба, яйца, бургеры. Бургеры, это, кстати, отдельная история. При помощи той же сковороды можно очень легко пережарить или пересушить котлеты. В сувид это невозможно. Вы просто получите котлету той прожарки, которая вам нужна в любом случае. Опять же, для красоты котлетку потом можно будет обжарить на сковородочке для получения такой корочки. И всё, будет просто пальчики оближешь. Ну и пару слов расскажу о приложении для смартфона. Называется оно Inkbird Smart и доступно в Play Market. После регистрации нажимаете «Добавить устройство», включаете сувид, выбираете сеть в диапазоне 2,4 ГГц, после чего устройство привязывается к приложению. На главном экране вы увидите текущие показания температуры. Можете выставить время приготовления, температуру готовки, либо воспользоваться предустановленными рецептами, где все параметры выставлены за вас. В зависимости от блюда и желаемой степени готовности. Здесь опять же всё на английском языке, поэтому тем, кто с ним не дружит, будет сложно. Во время готовки вы всегда можете посмотреть на смартфоне. Оставшееся время в конце получите уведомление о завершении приготовления. Температура при этом будет поддерживаться и далее, а сам сувид будет издавать звуковой сигнал. Есть некоторые настройки автоматизации. Ну, в принципе, единственное, что можно применить к сувид, это отложенный запуск через таймер. Все другие сценарии тут бесполезны, как бы они уже применяются к другим устройствам. Ну, приложение просто используется для разных устройств Inkbird. Собственно, вот и всё. Со своими функциями полностью справляется. Беглый поиск по местным магазинам показывает, что самый дешёвый сувид в оффлайне стоит примерно на 30% дороже. И при этом они менее функциональны. Официальность сайт Inkbird можно посмотреть под видео. Там же будет ссылка на группу ВКонтакте. И, конечно же, будет ссылка на сам сувид в магазине официальном Inkbird Store. В принципе, всё. Как бы вот такая штучка. Мне понравилось. Стейки делают обалденные. Если вам понравилось моё видео и оно было чем-то вам полезно, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!